Всем привет! Сегодня у нас очередное видео о корону новостях, что происходит в собственной жизни в Турции. Я вам перевожу, рассказываю новости наши турецкие. Ой, новостей не так уж и много, с другой стороны и немало, и одно понятно, что нифига нам не понятно. Давайте об этом сейчас поподробнее. Буквально вчера выступал президент, все ждали этого выхода. Ну что же он нам скажет, такого волшебного, хорошего, знакового, когда все это закончится. Потому что у всех здесь главное, в принципе, у турок речь идет, разговор о том, что все вокруг, уже даже Италия, Испания, у которых все было гораздо в миллионы раз хуже, возвращаются к нормальной жизни. Что же, черт побери, не так у нас здесь, в Турции? Всем понятно, что ничего не понятно. Как всегда, это различные обтекаемые фразы, никакой, собственно, конкретики, и где-то что-то досказано, где-то не досказано. И, короче говоря, кто как понял, тот так будет трактовать, как получилось у нас в последнем там высказывании выступления президента. Ну, из такого прям новинок-новинок, с 1 июня типа у нас все официально открывается. Все заведения, даже торговые центры. Но всякие лунопарки, комнаты развлечений, детские, короче, вот этот тусняк остается закрытым, какие-то площадки, вот это вот все досугово детское, скопление массовые детей, где может происходить, это все будет закрытым. А вообще, ну, в принципе, это правильно, но пенсионеры и дети остаются сидеть дома, о них вообще никакой информации. Мне такое ощущение, что мы уже до конца своих дней будем сидеть в тюрьме, честное слово. У меня просто какое-то отчаяние было, когда я все это слушала. И на следующей неделе, с 1 июня, которая, с 1 по 7 июня, будет уже два выхода детей. От 0 до 18 лет, в среду и в пятницу дети могут выходить с 2 часов дня до 8 вечера. Я думаю, что это так, скажем так, тестово, потому что с 15 июня по стране открываются детские садики и даже ясли, вообще все группы открываются садовские. И поэтому, ну, как можно будет держать детей, то есть, значит, логически, последние 2 недели дети и пенсионеры сидят дома, соответственно, скоро нас уже выпустят. Я думаю, что еще вот эта неделя с двумя выходами, потом, наверное, может, неделя будет с тремя выходами, а потом нас выпустят. Но это уже сил, короче, терпеть это уже нет. Еще хочу отметить, что, например, мы своих пенсионеров, моих свекров, мы хотим вывезти на дачу, у них уже и время пришло, и сезон, и все такое. Но, как бы, границы между городами открыты, но так как есть ограничения по возрасту детей и пенсионеров, мы уехать туда не можем. Нужно разрешение. Разрешение, кстати, можно оформить на ЕДВЛЕТ-сайте. Это как наши госуслуги в России. Вписываются паспортные данные, адрес, куда вы едете, проживающих, там столько этих документов. Надо брать регистрационный номер. А если у меня просто это все мы на свекры решили делать, и прикол в том, что он не был зарегистрирован на госуслугах, и тут же нужна электронная подпись, как в госуслугах в России. А чтобы ее получить, надо сходить на почту. А он на почту логически сходить не может. Если он пойдет, он нарушит самоизоляцию. Короче, это вот этот круговерть непонятная. Ой, это долгая история. Мне уже муж несколько дней долбится. В итоге он это начинает оформлять. Ну, черт побери, с 1 июня, опять же, нас не выпускают. Короче, мы это все дело отложили до того момента, пока всех официально не отпустят. И мы же просто соберемся, и мы с ребенком и пенсионеров наших отвезем на дачу, отдохнем, покупаемся на море. Короче, все уже вместе не будем вот этим ерундой заниматься. Потому что возле городов реально сейчас стоят кордоны, проверяют. У меня муж по работе иногда ездит в другой город. То есть это все реально серьезно. Он всегда возит с собой документы на эту историю, чтобы показывать, там все доказывать. То есть не электронный пропуск, но документы сопутствующие какие-то, с печатями вам нужны. По поводу медицинского у меня был вопрос. Туризма, он разрешен. Делается приглашение из больницы, если у вас какие-то медицинские мероприятия. Поэтому это будет как виза, это вход в страну. И вот это передвижение, карантина, на это не надо. Вот это тоже по телевизору обговаривали, где-то неделю назад. Что медтуризм, обращайтесь в медзаведение, которое вас приглашает, оно вам должно сделать приглашение. Если границы, когда будут международные, открыты будут полеты, пожалуйста, можете приехать, че без вопросов. Это вообще отдельная статья. Это к туризму просто отдыхательному не относится. По поводу туризма. Открытие границ. Турция, Министерство туризма Турции, официально публиковало список стран, когда они планируют открывать свои границы с этими странами. 20 июня, вот сейчас по памяти, насколько помню, будет Казахстан открыт. 15 июля Украина и Россия. Беларусь 1 июля Беларусь открывает. Ну, посмотрим, как будет. Но также была еще к этому списку статья официальная, тоже Министерство туризма Турции, о том, что мы думаем, они так говорят турки, что Россия, скорее всего, откроет свои границы 1 августа, потому что про аэрофлот, там тоже официальный перевозчик. То есть у нас еще идут переговоры, но мы ориентируемся, что Россия пустит туристов с 1 августа. Это еще не точно, но мы открываем свои границы с 15. Ну, там, две недели всего, там, да, разница, ничего такого страшного. Опять же, буквально вчера мне был прислан скрин из Фейсбука, списка на русском языке из России, список просто стран мировых, кто когда планирует открывать туристически свои границы. И в том списке, как ни странно, Турции вообще не указано. И я, конечно, подумала, ну, зачем показывать людям лишний раз, что можно туда будет съездить, денежку потратить, да, на отпуск. Это моя личная догадка, но в том списке Турции почему-то не было. Но очень много других каких-то стран было. В общем, вот так. И там тоже написано, что многие страны с 15 июля в среднем открывают свои границы. Но те, кто очень сильно там была большая вспышка болезней, то это страны с 1 августа открываются или даже с 1 сентября. Насколько помню, там даже Америка была с 1 сентября в списке. То есть вот такая информация на данный момент по границам. Хочу отметить, что маски здесь реально сейчас вообще в любом доступе. Их реально фиксированная цена. Продается в каждом магазине где угодно, не только в аптеках. Коробка стоит 50 лир. Это примерно 550 рублей 50 штук. Но дефицит масок детских. Так как детей уже больше можно выпускать. Взрослые маски, дети в основном не подходят. Маля, я имею в виду возраста от 3 лет до лет 10. Они по размерам очень большие. И глаза, и лоб, и все закрывают. Дышать от них невозможно. Поэтому сейчас популярно производство текстильных масок. Я купила, заказала. Господи, какой отстой получился. Я бы заказывала на сайте N11. Не покупайте. Эти качества ужасные, а-ля кружок очумелые ручки, торчащие швы, нитки после первой же стирки. Все во все стороны. Это ужасно. И когда я просто думала, что там, знаете, я заплатила две маски за 30 лир. Я подумала, ну там, наверное, что-то там, ну, блин, ну, понимаете, это какие-то там слои, что-то там вшитое. Нет, это просто тупо двойной кусок сатина жесткого. И две резиночки. 30 лир – это 330 рублей где-то две маски здесь стоили. Но качество отвратительно. После первой же стирки в нитки полезли. Короче, взяли это лекало. Сейчас во многих магазинах, в аптеках фиг найдешь детские маски. Но сейчас там у меня муж просто с этим работает. Оформляются заказы. Может быть, а Юсбир магазин будет продавать детские маски. Поэтому, кстати, лекалу моему. Мои маски сейчас они изготавливаются. Там будет маска, просто тканевая маска детская. И в комплекте они по-другому решили подойти к этому вопросу. Пять таких марлечек, скажем так, прошитых вот этих вставных, как бы, фильтров, которые можно выбрасывать, либо стирать, несколько раз использовать. Маска одна, а вы можете каждый раз все это заменять, использовать. В общем, многоразовая. Будет это стоить в районе 5 лир, одна маска и 5 запасных вот этих фильтров. Ну, нормальная, кстати, цена. Вот. Очень интересно, что с 1 июня все открывается, но вы сидите, блин, дома. И, по сути, жизнь пенсионеров и тех, у кого есть дети, у родителей, никак не меняется. Да, все как бы работает, но ты никуда пойти, пока у тебя на шее ребенок, либо ты старшего возраста, ты, по сути, не можешь. Мы еще живем спокойно. У нас здесь вообще практически полиции нет. Как-то люди с пониманием относятся. С детьми многие уже выходят гуляют, но никто, ни с кем, слава богу, здесь у нас не контактируют. По поводу туризма. На данный момент, вот, только даты границ открытия 15 июля, что-то там 1 августа, это все еще вилами по воде писано. Но сейчас уже с 1 июня, и уже давненько, честно говоря, не только с 1 июня, уже открываются отели, которые на первой береговой линии идут. Это и пятизвездочные отели, разные нумерации, три звезды и всякие. В общем, у кого выход к морю. Те, кто на второй линии, я вообще-то не слышала, чтобы они там открывались, или им еще разрешение не дали, или они не будут открываться, не знаю. Но, в общем, типа ждут туристов. Но так отели, которые такие крупные, для которых бизнес, это, естественно, семейный отдых с детьми, там, где аквапарки, всякие дела вот эти есть, да. То есть некому ехать. Даже турки, конечно, они ездят, потому что с детьми нельзя. Их не то, что ты выехать, потому что тебя не зарегистрируют в отеле, все в таком роде, то есть детей не принимают на данный момент. Пока что еще недельки две осталось. Как бы отели открыты, но они пустые. Также Министерство туризма Турции выпустило такую брошюру, напоминание о том, как себя вести, гигиена, типа номеров будет, вот этих всех услуг. Вообще просто это, скажем так, как и везде, социальная дистанция. Еда будет в сервисе доставляться, ну, либо в номер, либо какое-то отведенное место питания. То есть это не шведский стол. Об этом уже разговоры давно идут. Мне писали о том, что нет, это неправда, шведский стол будет. Доставка питания, оно должно быть не в свободном, скажем так, доступе. Короче, реально, чтобы люди там не лапали, не трогали, это логично, в принципе, да, не оставляли своих бактерий. Вот этот контакт людей и прикасание к чужой какой-то пище, оно должно быть сведено по этим правилам до минимума. Возможная обработка номеров, масочного режима. Он вообще до конца лета, масочный режим в публичных местах, везде все это остается. Так скажу, что если ты идешь без маски, у нас тут там не штрафуют тут же 4 тысячи рублей, как в России. Полицейские спрашивают, есть ли маска. Очень часто забыта, выдают маски. Просто патрулируют, патрулируют. У меня знакомая шла без маски. Если у вас маска есть, ну, конечно, нет. Я иду, ну, иду в магазин сейчас куплю. Ей говорят, типа, вот вам маска дали абсолютно бесплатно. Ну, это радует, короче говоря. То есть так не насаждают сильно на людей, что надо, блин, полицию бояться, бежать от них. И нет, это так у нас здесь не работает, слава богу. Какие-то человеческие предупреждения есть. Ну, в общем, жить можно, скажем так. Все, конечно, от этого устали и задолбались, честно говоря. Все очень рады, что с 1 июня начинают работать. Все рестораны отмываются, ремонтируются. Тут уже просто все на самой вышке. Очень многие уже, даже когда у нас сейчас, когда вы смотрите это видео, субботу и воскресенье, последние дни мая, это наши последние комендантские дни. Больше их выходных закрытых, таких либо праздников, праздничных дней закрытых не должно быть. И даже в этот уикенд в Анталии уже отменили. Это будет такой тестовый пробный регион, где именно такой массовый, да, это не маленький регион, в котором нет уже комендантских этих дней. То есть, может, все свободно живут, гуляют, работают, магазины работают, все прочее. Но в Стамбуле, в крупных таких городах у нас... Ну, это неудивительно, собственно, что я вам и говорила, о чем я думала, что мы до последнего будем сидеть дома. Вот такие новости. Что хочу итог подвести. Понятно, но непонятно. Вроде бы все понятно. Но когда выступает президент, какие-то нюансы и важные моменты вообще не оговариваются. Вот это время с 2 до 8, типа, с детьми можно выходить. То есть, ну, в это время с 2 до 8 все дети, ну, в основном в обед там спят. Кто в садике, там, вот такого возраста, да. То есть, ну, я понимаю, что это на то направлено, чтобы поменьше людей ходила и гуляла и все прочее. Ну, короче, так себе ситуация не очень приятная. Потому что до этого, вот, опять же, эти непонимания, что я имею в виду, чтобы вы меня поняли. Когда объявлялась первый выход детей, все ломанули в магазин за продуктами с детьми, а сказали, ой, стопы, на дверях всех остановили нельзя. Но президент этого не оговаривал. Вот, такие моменты существуют. Поэтому мы ждем новостей по факту, что, как будет. Потому что, ну, неизвестно, собственно. Остановят нас где-то, что-то разрешат, что-то. Они даже по этим времени, когда я так оговариваю, с 2 до 8. Ну, значит, может быть, там какая-то подковыречка будет. Так что посмотрим. Что я хочу вообще сказать? Берегите себя. Вирус просто перерождается. И все равно многие очень переболеют. Либо в какой-то форме более легкой, бессимптомной. Но мы все можем распространять этот вирус, что самое ужасное. Я очень рада за тех, кто, например, уже переболел и имеет иммунитет к этому, да, не заболеет повторно. Поэтому берегите себя. Просто меры предосторожности. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы не болели. И берегите своих близких, пожалуйста. Вот и все. Все наладится, все пройдет уже. У меня вчера такое было ощущение просто крика души и безысходности. Я уже просто задолбалась и надоела. Но, с другой стороны, окей, жить можно. Вера в то, что у меня такая голова, а 15 июня откроются садики. Значит, можно будет хотя бы не идти в садик. Это тоже опасно скопление детей. Возможности, кстати, просят детей оставить все-таки дома. Не везти в садик. То можно хотя бы выходить на улицу и с ребенком куда-то пойти погулять на природе. Я имею в виду куда-то выбраться из-за территории своего дома. Так что, что у вас по новостям? Рассказывайте, пишите в комментариях. Очень интересно. Спасибо за внимание. Всем пока.